Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, есть неплохие новости из Курской Народной Республики, где продолжается наступление наших войск. Я уже сегодня делал ролик, рассказывал о том, как наши разбивают переправы, уничтожают расистские военные колонны, которые пытаются подвести к этим переправам очередные понтоны. Эти все грузовики с понтонами выводятся из строя. Ни понтонов, ни грузовиков, кстати, используются при этом расистами. Наши старые-старые кразы, им лет, наверное, не знаю, по 50, да больше, лет 60 этим кразам. Еще с деревянной кабиной, помните, такие были когда-то, на стройках многочисленные они были. Но не суть важна, это хорошая машина и все такое. Просто это говорит о состоянии российской армии, когда столь старые автомобили используются. Хотя, еще раз говорю, для инженерных войск это нормально, тут никого криминала нет. Но в любом случае оно все уже не актуально. Потому что их всех поразбивали, они пытаются подогнать туда новые какие-то машины, их снова разбивают. Вот. И то, что действует, причем это работа наших дронов, то, что действуют дроны, кстати, подтверждают и сами расисты. Кроме тех видео, которые я уже публиковал на телеге с разбитыми этими новым мостом. Они же на мост бросили там плиту определенную, чтобы закрыть как-то этот попавший пролет. Оно все упало вместе с этой плитой. Вот. Но кроме того, что разбиваются вот эти понтоны, нами разбивается еще и техника, которую расисты используют уже внутри самого Глушковского плацдарма. Вот как бы этот Глушковый, этот райцентр. Вокруг него находится определенная территория, она довольно большая. И вот там расисты пытаются как-то передвигаться с места на место. И вот их пропагандисты, вот эти Z-каналы, Z-ники, сейчас пишут, что наши разбили несколько джипов, ну джипов эти, уазики, на которых они там передвигались. Соответственно, там отминусовали одного майора, замкомандира батальона, командира батальона тоже туда же. То есть, и пишут, что, а, да, что еще они интересно пишут, весь воздух кишит от дронов противника, это от наших дронов. То есть, и пишут еще, средства рэп для каждого автомобиля критически не хватает, ситуация тяжелая. И пишут о повторении, да, ну-ка еще цитату дам одну. Повторяется ситуация, которая была в районе населенного пункта Кринке зимой, весной этого года, когда противник закрыл небо своими дронами. Только в этот раз она масштабирована в разы. То есть, ну да, Кринке это был сравнительно небольшой участок суши. А вот Глушковский, вот этот вот котел, назовем его так, потому что, еще раз говорю, рашисты там прижаты к Сейму и отступать. Или через Сейм убегать, или в плен, или вот двухсотица. И тут действительно гораздо большая территория, порядка 700 квадратных километров. И ситуация у рашистов там выглядит, ну я не буду употреблять слово безнадежно, буду говорить слово нехорошо. Вот такое для них, да, а для нас хорошо, соответственно. Это один момент. И второй момент, который показывает, что рашисты готовятся к свалу с этого всего дела. Есть город такой Рыльск, да. И сразу говорю, наших в Рыльске не было еще ни одного дня, ни одной минуты. То есть, не знаю, может какие-то разведчики заходили, да. Но наших войск в Рыльске нет и не было. Он полностью находится на территории... Это речка Сейм, он прямо на реке находится. Он полностью находится на территории контролируемой путинскими боевиками. Что пошло, ребятки? Пошло мародерство магазинов. Просто, да, какая-то эпидемия. Я уже как-то вывешивал, вывешивал, значит, видео, как они там отмародерили склад Файлдберрис. Не в Рыльске, а рядом. Но, по сути, эта ситуация абсолютно продолжается в новых населенных пунктах. То есть, они мародерят у своих. Вот что, еще раз говорю. Те, кто удивлялись, говорили, ну, вы в Буча все подстроили, и в Ирпене вы все лжете. Значит, никто унитазы не крал, никто не мародерил, никто... Да, никто не крал, никто не мародерил. И в Херсоне никто не мародерил. А, ну тогда посмотрите сегодня на Рыльске. Видеоматериалы в описании к данному ролику. В Рыльске сегодня находится на 100% вооруженные силы Российской Федерации. На 100%. Там нет наших вообще, и не было никогда. Посмотрели, что там творится. Что там происходит с магазинами. Полки уже пустые, все. Причем они как варвары, они... Ну, у нас в Буче это выглядело точно так же, в Ирпене это выглядело точно так же, в квартирах людей. У нас они и магазины мародерили, и квартиры. Я уверен, что в Рыльске они и квартиры разбирают, и дома, брошенные людьми, разбирают на запчасти. То есть, там сейчас все выносится. От вот этих вот благословенных блендеров, высоковыжималок до, я не знаю, плазма и все это дело подметается сейчас полностью. Все выгребают. Посмотрите на это видео. Там просто... Там другие расисты заходят против... После тех расистов, которые там уже побывали и говорят, елки-палки, взять нечего уже. Да, уже все, все, все уже унесли. И это же говорят, наши все сделали. Вот, а когда ваши все так делают, когда они знают, что они там не удержатся, да, они знают, что это как-то спичатся, все равно там туда зайдут типа хохлы. Ну, а зайдут хохлы, значит, взятки-гладки, это все. Спишем на хохлов, хохлы все забрали. Вот так вот. Да, то есть, на нас хотел все списать. Но на их беду за ними же зашли. Ихние же все сняли. И аккуратно в сеть вывесили. А понятное дело, что в Рыске ВСУ нет. Все абсолютно очевидно. Буча-2, Ерпень-2. Вот вам, пожалуйста, облика морали вашей армии, мародеров. Тут просто даже и брать нечего. Все абсолютно очевидно. Все будет Украина.